С вами Николай Пивненко в проекте Дата. 10 марта на календаре. Сегодня неофициальный профессиональный праздник работников архивов. Это связано с событием, которое произошло в 1720 году, когда Петром Первым был подписан так называемый Генеральный регламент или Устав. Он определил основы государственного управления в стране и вел во всех госорганах власти архивы и должность архивариуса. В этот день появились на свет в 1818 году Мариус Петипа. Мариус Иванович Петипа. Русский артист балета Балетместер. Замечено, что в балетах Петипа мужчины практически не танцуют, выполняя роль поддержки. Зато женские партии прописаны восхитительно с использованием сложных элементов. Маэстро очень тяжело переживал все, что было связано с его творениями. Так, неподходящее к балету оформление на одной из постановок привело его к серьезной болезни. 1845 год. День рождения Александра Третьего, русского императора, второго сына императора Александра Второго. До смерти старшего брата, цесаревича Николая, не был наследником престола и вообще воспитывался как великий князь. Уникальность его правления заключается как раз в том, что в эти годы, когда он царствовал, Россия не вела ни одной войны, за что его часто называют просто миротворцем. Отличался, к тому же, необыкновенной физической силой, увлекался музыкой и любил заниматься историей, собиранием исторических памятников и, главное, изучением русской художественной старины. Жозеф Яковлевич Котин родился в 1908 году. Конструктор тяжелых танков ИС КВ трактора К-700. Его модели танков, разработанные в тяжелейшие годы Великой Отечественной, несмотря на своеобразные недостатки, обладали универсальными качествами боевых машин. Его танков побаивались даже немецкие танковые асы, которым по инструкции было просто запрещено идти в лобовую атаку на эти бронированные крепости. В 1926 году рождается Александр Зацепин, российский композитор. Песни на музыку Александра знают и любят миллионы телезрителей. Они прозвучали в фильмах «Операции», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «31 июня», «Женщина, которая поет» и многих других. Ну а одна из самых известных песен Александра Сергеевича создается в соавторстве с Леонидом Дербеневым. «Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь». 1929 год. День рождения Олега Стриженова. Актера, хорошо известного нам по фильмам «41-й», «Мексиканец» не подсуден. Олега Стриженова часто сравнивали с французом Жераром Филиппом. Красив, породист и талантлив. Стал знаменитым практически после первой же роли Овода в одноименном фильме. И с этим своеобразным пьедесталом он прошел по всей своей актерской жизни. 1940 год. День рождения Чака Норриса. Карлоса Рея Норриса. Американского каратиста и актера. Ну, более нам известного по последней роли в сериале крутой Уокер. Сейчас у него другая еще и компьютерная жизнь. В виде интернет-мемов, которые называются «Факты о Чаке Норрисе». Это иронические фактики об актере, которые иллюстрируют его чрезмерную силу, владение единоборствами, а также привлекательность и мужественность. Вот лишь некоторые. Чак Норрис родился в тайне от родителей. Никто не видел Чака Норриса в детстве, кроме его куклы и медведя. Великая китайская стена была построена для защиты от Чака Норриса, но затея позорно провалилась. И, наконец, оружия массового поражения не существует. Есть только Чак Норрис. 1958 год. День рождения Шерон Стоун, американской актрисы. Она официально считается самой умной актрисой Голливуда. Ее фирменные высказывания в духе нашей Фаины Раневской цитируют весь Голливуд, а IQ актрисы составил рекордные 154 балла. К слову, такого результата нет ни у кого из коллег по цеху. Зато ровно такая же цифра отличает уровень интеллекта самого Альберта Эйнштейна. Событие дня. 1710 год. Выходит в свет первая печатная географическая книга на русском языке. Это учебник неизвестного автора, переведенный на русский язык, предположительно, с голландского. Он назывался «География или краткое земного круга описания». Напечатано по велениям царского величества в типографии московской «Лето Господня» 1710 года в месяце марте. 1969 год. Джеймс Эрл Рей получает 99 лет тюремного заключения после признания себя виновным в убийстве лидера борьбы за гражданские права Мартина Лютера Кинга. А в 1977 году несколько групп астрономов США, Австралии, Индии и Южной Африки открывают кольца урана. Год 1985 и уходит из жизни генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Константин Устинович Черненко. 11 марта у страны появится новый руководитель Михаил Горбачев, который станет последним лидером распавшегося в 1991 году Советского Союза. Ну и самое последнее. 1982 год. Редкий парад планет. Все 9 планет – Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон – тогда он считался еще планетой – собираются по одну сторону от Солнца. Начинается этот невероятный парад планет. В такой конфигурации Меркурий и Венера могут быть невидимы Земли, так как находятся в нижнем соединении с Солнцем. Но зато внешние планеты видимы практически в одном направлении. Проходит этот парад планет без всяких катаклизмов. Ближайший такой же парад будет только в 2161 году. Все, что связано с космосом, планетами и Солнцем вместе с Луной всегда будоражит в некоторых не самые лучшие эмоции. Страх, слухи, предчувствие, предсказания. А уж сколько комет и метеоритов должны были разрушить до основания нашу Землю. Но на практике чаще всего именно мы, жители этой планеты, сами разрушаем свой дом. И звезды тут совершенно ни при чем. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.